Анонс первой по двенадцатой серии сериала «Вспышка». В первой серии по дороге из Москвы к новому месту службы молодой следователь Севолод Пашин становится невольным свидетелем автомобильной подставы. Он вступается за пострадавшего Краснова, а когда Краснова находит мертвым, сам становится подозреваемым. Во второй серии на пустой загородной дороге накопут машины пенсионеров буквально с неба падает тело. Пенсионеры предпочитают уехать, а день спустя тело находят грибники. Пыху с севой вызывают на место происшествия. В третьей серии в клубе «Идеальный жун» в выходной день случается пожар, после которого находят два обгоревших трупа. Погибшими оказываются бизнесмен Денис Летягин и домохозяйка Нина Архипова. У Дениса проломлен череп, Нина задушена. В четвертой серии в Энск приезжает генерал Пашин и сразу же становится жертвой вокзального вора. Из такси крадут его сумку с документами. Перед севой встает задача срочно найти похищенное, а в городе очередное убийство. В пятой серии сотрудники ГИБДД останавливают машину-водитель, который сначала пытается откупиться, а потом угоняет их собственный автомобиль. Угонщика преследует на его же машине, из багажника которой вываливает труп мужчины. В шестой серии директор завода Налич кончает жизнь самоубийством. Перед тем, как застрелится, он отправляет видеообращение, в котором говорит о сложном финансовом положении завода. В седьмой серии в своем доме убит адвокат Рябов. Из дома пропали ценности из сейфа, деньги и документы, но взлом не был зафиксирован охранной фирмой. В восьмой серии на скамейке в парке обнаружен труп Дегтярева, владельца ювелирной компании и кандидата в мэры города. В его кармане лежит флакон с жидкостью, повышающий потенцию, которую подмешали середичный препарат. В девятой серии подруги в качестве сюрприза приглашают на день рождения Стаси, стриптизера Илью. Он появляется в форме полицейского и пытается арестовать именинницу. От неожиданности Стась обрызгает ему в лицо из баллончика, и парень падает замертва. В десятой серии Сева отправляется к владельцу бара тыкви, чтобы выяснить у него об отношениях между Пыхой и матерью. Он догадывается, что они давно знакомы. В одиннадцатой серии ночью на стройке раздавлен бульдозером, активист Верещагин. Боровавшись с точной застройкой в городе, труп обнаружил его приемная дочь Софья. В двенадцатой серии в полицию приходит Геннадий Воронин и признается наезде на девушку. Правда, он не помнит, на самом деле это было или ему приснилось. Выясняется, что человека с таким именем не существует. Воронин признается, что потерял память. Посмотреть с первой по двенадцатую серии вы сможете с шестнадцатого по двадцатого мая на телеканале НТВ.